Запись. Стартуем. Сейчас Явс играет против Ворча Фрича. Это второй полуфинал WCA. Для тех, кто смотрит записи, записей подобного рода очень много. С ВЦА крупный турнир, отличный призовой, великолепные игроки. В данный момент сражение между Явсом из Германии и Ворча Фричем из Великобритании. Оба хорошо отыграли в группах, иначе бы, конечно, не вышли. Ворча Фрич все-таки лучше, так как вышел из группы на первом месте, одолев там всех. Но он выигрывал эльфов. И я не видел, как он играет сейчас против Альянса. Поэтому, ну так же, как и у Явса, там в группе тоже вроде как орки были. Да, да Хуман какой-то, да. Не помню. Не помню. Четвертьфинал. Ой, а я сказал, что... Четвертьфинал, конечно же. Четвертьфинал. Восемь игроков, четвертьфинал. Сказал полуфинал, наверное, да? Ну, бас. Бывает. Карта Тартл и Рок играют о двух побед. Сетка Дабл Элиминашн. Победитель проходит в полуфинал, проигравший падает в лозера и отправляется в такое длительное и не очень увлекательное путешествие. Но возможность дойти... Все-таки получает возможность дойти до самого конца, в том числе и выиграть турнир. Все-таки такая возможность остается даже у проигравшего этого матча. Спасибо все-таки Дабл Элиминашн. Явс делает ферму рядом с таверной. В принципе, точка хорошая для разведки. И если там какой-то нейтральный герой, то он сразу с палец, но здесь никакого нейтрального героя нет. Хотя второй-то точно будет нейтральным. Явс побежал сразу на желтую точку слева. Нет. Или нет, нет, нет. Побежал все-таки на черепах. Сначала казалось, что Архмага так налево повело, потому что он может и эту, и другую точку собрать. Девайс фиговый. Абсолютно не нужен. Это 0.9 армора Архмагу. Полезнее мантия, полезнее сила. Любой из оставшихся девайсов полезней. Полезней даже хайт, скорее всего. То есть возможность спрятаться, чем армор какой-то призрачный. У Демон Хантера девайсы тоже не самые топовые, но для танка неплохо. Побольше хп, побольше армора. Хотя, опять же, какая-нибудь серклетка плюс те же самые носки были бы значительно лучше. Очень битые лемы. Второй левел на двух точках черепах стандартно получает Явс. Двигается вперед. Грейды, как мы видим по продакшену слева наверху, очень удобная штука. Жалко, что раньше такое не сделали, не придумали. И это, наверное, спасибо нужно старкафт, которому сказать, потому что... Прямиком оттуда пришел продакшен таб в таком виде. Кольцо... Что за девайсы? Что за ерунда, а? О, и Джеракап, слушайте, иностранцы наши русские геракапу упоминают. Это, конечно, здорово. Классно. А вы говорите, мудгейм... Не, не вы говорите, а кто-то из товарищей периодически на форуме говоришь, ну что турнирный модуль сделали, ну что, ну как он, ну где он? Пожалуйста. Каждую неделю пара турниров с теми же самыми корейцами, с теми же самыми топовыми европейцами. И Уочи Фричем, который забрал половину геракапов, даже чуть больше. Там говорили, он принял участие в 33 турнирах, 14 из них дошел до финала, 19 из них, из оставшихся, выиграл. Явс тоже завсегдата и подобного рода мероприятий. И то, что англоязычные комментаторы упоминают турнир, который организуется русским сайтом, это, конечно, приятно должно быть. Но мне приятно. Хорошо. Я чуть ли не проследился сейчас. Достраивается Грейт на Т2. Там, кажется, был легкий завтык с Хантерс Холлом. Он не по таймингу Т2 достраивается. Разница где-то секунду в 10. Но... А, нет, нет, нет. Там... Да, где-то 10 секунд. Пандорийский пивовар вторым героем. Великолепный герой против Хумена. Уже сколько лет он себя великолепно показывает против... Да, против всего. Он только с пулбрекером уступает. А так и футы, и рифлы, и кастеры, и даже если там какие-то мортиры, и Грифонов может напоить. Хороший герой. Очень хороший. Единственная проблема в том, что он... Его нужно крепить. Он требует времени. Внимание. Явс классно отменяет лорницу. Дима, конечно, рядом. Там нанес урон, делал моноберн. С этой лорницей, к сожалению, ничего не сделать. Можно, конечно, фаербольщиком там пострелять, но... Хотя футмены могут... Нет, не успеют. Решил не идти. Не пытаться даже отменить. А вот где вторая лорница строится? Вон пошел Исп направо. Подозрительно. На базе у Явса дефолт... Ну, обычные два строения. Аркану в Санктум. Хорошо крепится в Watch of Reach. Тоже использует эффективно. Единственный барак, который вытанковывает. О, с Хайдл Саэм. Давай-давай, молоточек. Молодцы, даже попробовать было окружить. Почему не попытался? Очень странно, что... Ну, сейчас там снова попытка... Попытка... Чуть-чуть бараками добил, но контролирует такие вещи. Отличный девайс, плюс 300 маны. Вот, молоток, молоток, молоток. И... Ах, выскочил, а какой... Какой юркий... Демон Хантер. Явс бежит крипить аналогичную точку, но ему сложнее, потому что танковать... Дерево у него нет на то, чтобы это вытанковывать. И ставит базу. О, классно. На Тарталл-Роке не всегда хуманы играют именно в эксп. Далеко не всегда. Тут чаще... Попытка снова окружить и есть окружение. Ну, конечно, тут очень долго... Очень близко, во-первых, находились менты, очень близко находились футмены. И времени на окружение было предостаточно. То есть, он окружил, и даже где-то 0,3 секунды еще было после того, как после окружения Дэха еще стоял в стане. То есть, было время для того, чтобы еще там кого-то подвести, там как-то доводочку сделать легкую, если там что-то где-то не прикрыто. Выход в медведей от Рича. Ну, экспант, если вот мы посмотрим просто на Тартал-Рок и вспомним, как хуманы против эльфа играли на этой карте, в разные периоды, по-разному, было... Что там, амулет? Да, топовый девайс вообще для панды. Она сейчас третий левел получит, и у нее сейчас будет 400 маны, плюс еще... Капец. 420 маны и еще бутылек на 300. Без брейкеров никуда. Без магических вышек? Никак. Вот, было время, когда повально ставили базы на Тартал-Роке, хуманы. Застраивали там центр, например, выбивали лес, потом с мортирами двигались. То есть, карта позволяет вести себя позиционно так. Опа-опа-опа-опа, есть магическая вышка. Панды вины пары дыхания рабочим уже плохо. Да, конечно, конечно, Таунхол минусуется. Молоток, попытка откружить Диму, окружает снова Диму. Но нужно ли это делать? Став можно передать. Режуф можно наложить. Винные пары дыхания, опять же, в МК очень плохо. Выпивает бутылек, снова окружение. Явс, как он окружает, и некому, кажется, спасти эту... Некому спасать, блин, панду, потому что ДХ, черт знает где, третья панда под Режуфом пытается и умирает. Господи, как классно. Два... У Явса, на самом деле, армии как таковой не было. Ну что там, четыре футмена, один прист и два героя. И... И он по-другому никак не мог из этой ситуации выкрутиться. Потому что, если бы он не окружил сначала одного, потом второго героя, панда бы сдула все. Просто все, что там оставалось. И так там еле-еле половина футмена вздохла, два футмена красных, герои тоже биты. Молтон Кинг чуть не умер, еле бутылеком отпился. То есть, его... Его кроме окружения тут практически ничего не спасало. И он сделал то, что... То, что должен был сделать для того, чтобы отбиться. А сейчас он не просто отбился, он еще отменит врагу экспант. Что-то его понесло. Он окружает, окружает. Неудержим. На этот раз не так удачно. Молтон Кинг, монобер, но есть еще один молоток. Наверное, Арчу лучше убить. Да, так надежный. Там уже никого не осталось. Вот сейчас была ошибка, на мой взгляд, от Явса. Он вместо того, чтобы... Да, вместо того, чтобы продолжать тупо отменить... Ну, бить по дереву, и его в конечном счете он, скорее всего, бы отменил. Потому что два футмена, два героя, половина хп у... Ну, там был элементаль, но... Хотя, кстати, дриадки, кажется, без диспела. Потому что они бы... Элементали бы не было, если бы у дриад был диспел. Вот, отменить базу было бы полезней, чем вот эта вот попытка окружить Диму и как-то его снова забрать. Но это, опять же, имха, и не факт, что ему в конечном счете удалось бы отменить. Казалось, что хватало дэмэнджа. А где Лиджоу? Да, странно, что он не сразу Риджоу накинул, потому что у медведей Риджоу с запасом, и... Да, еще медведи... Тут я в... Он, видимо, где-то в другом месте, он не совсем верно с медведями поступает, не жалеет их. О, еще один девайс на ману. И, кстати, девайс, который... Ну, вот, высасывание двухзарядный посох, он обычно не очень жалуется игроками. Но когда у вас есть два героя, которые сверхтребовательны... То есть, когда у вас есть один герой, который требует инк мани, а у противника другой, который требует инк мани, речь о панде и эмке, они... Ну, девайс очень хорош, потому что ты не просто получаешь себе эти 50, но ты лишаешь важного запаса маны героя-противника. 51 лимит очень странный у Рича. Не факт, что он хочет этого. Можно Арчу, кстати, убить. Нет, все выходят из лимита, никто не собирается терпеть. Странно, что не отличил, не отчинил вышку. Тут вопрос одного дыхания до пары ударов. А вышка, это единственный, кто там более-менее панду охлаждает. На красной точке уже идти всем. Явс проверяет черепах, которых уже закрепил Рич, и Рич уже на красной точке. И... Важно, конечно, действительно, какой девайс тут выпалет. Ауры нужны. Томов Экспиренс, неплохо. И... Медалька... Не самый плохой из неаурных девайсов. То есть это и сила, соточка хп, как следствие 4 урона для панды. И где-то получается 60 маны. То есть... Да, неплохо. Спултбрейкеры в армии Явса, как достойный ответ панде. Есть АМШ у Дэки. Дэка до... Ой, Дэхи, конечно же. Демон Хантер, конечно же, должен как можно эффективнее высасывать ману у Маутон Кинга. Хорошая позиция, кстати, сейчас у Явса. Ой, как сдувает арабов. Маноберн отличный. АМШ великолепная. Дэхав получает урон, но... Ой, Маноберн хорошо прошел. Я вот не знаю, что здесь делать, кого молоток даже кидать. Панду все-таки кидает. Мортиры стреляют под риадом. Медведи сражаются с брейкерами. Что по свиткам? Четвертый левел у Архмага. У Панди Дэ еще 200 хп. Ой, 200 с запасом маны. Не кидает винные пары. Видимо, хочет просто... Ой, Дима, Дима получает молоток. У Панди очень мало хп. Мортиры стреляют по нычке. Вынужден вывести виспов. Ой-ой-ой, все, красные свитков, кажется, нету. Явса нужно валить отсюда с ТП. Нужно валить с ТП. Какой же ты валидольщик. Панду можно забрать. И Экспанд стоит. Ох, как же близко. Вот в такие моменты понимаешь, что Варкрафт на самом деле весьма хорошо сбалансирован в определенных мучапах, это точно. То есть вот когда абсолютно разные герои, абсолютно разные юниты, разные стили даже на старте. То есть один там тег, другой Экспанд. Разные девайсы выпадают. Но в конечном счете сейчас все свелось к сверхблизкому сражению с великолепным контролем из той и с другой стороны. Если чуть-чуть бы один недоконтролил, например, потерял бы Эксп, если бы чуть-чуть бы второй недоконтролил, потерял бы героя, там панду можно было потерять. Можно было бы в принципе всю армию потерять, если бы не было там свитка, если бы не своевременно прожал ТП. То есть очень близкие игры все-таки. Несмотря, опять же, на то, что расы разные, герои разные, стратегии разные, все разное. 65 с лимитом на 60. Экспанд у Эльфа все еще работает. Свиток один, свиток второй. И судя по отсутствию телепорта, кажется, что я недоволен тем, что... Короче, он пойдет сейчас в волын. 70 лимита. Позицию бы занять хорошую. Мортиры начинают стрелять по экспанду. А если медведи, это, конечно, беда. Молоток в дыху. Почему-то дыхание встречает Аймшой. Снимает две трети жизни уже у дыхи. Он включает Аймшу очень поздно. МК, правда, вытанковывает слева. Много получил урона. Нужно в панду, наверное, молоток закидывать. Закидывает в панду молоток. Свиток от эльфа. Падает брейкер. Веспы диспелятся. Дима пытается прорваться к МК, чтобы сделать моноберн. Возможно, сейчас, да, свиток прошел отличный от Явса. Сверху падает брейкер. Очень битая панда. У панды маны больше, чем в жизни. И держит... Смотрите, как грамотно держит дистанцию Явс. Не дает Варча Фричу подойти демонам, чтобы сделать моноберн. И тому не остается ничего другого, как просто высасывать ману у Архмага. Молоток еще один Диму. Опасный момент, если баш прет. Нет. Да. Но есть время, на самом деле, после става сейчас повоевать немножечко. Например, развернуться, кинуть молоток в панду. Повыжигать у него ману. У панды 300 хп. Свиток есть или еще один? Или уже все? Да, мартиры затупили с пестами. 66. Лимита против 60. Лимиты все. еще сопоставимы. Медведи. У медведей все плохо, потому что спеллбрекеры у них повыжигали ману. Участие медведей, по крайней мере. Хотя возвращается Дима, здоровый, зеленый. Аймшой пословил. Вот сейчас идеально сыграл. Ворча Фрич. Потратил и молоток. Маутен Кинг не нанес никакого урона. Поймал Аймшой, пропустил моноберн. Это просто шикарное исполнение. Шикарное исполнение. И Явс возвращается. Без свитков воевать с такой пандой очень сложно. И чем дальше, тем будет сложнее, потому что панда сейчас четвертая, потом она пятая. А если там дыхание просто на 50% еще больше урона доносит. Тяжело. Чистые медведи. Практически без примеси. Только одна дрядка и одна арча. Надо закрепить красную точку, купить по крайней мере один свиток, попробовать... Может что-то из красной выпадет хорошее. А что нас устроит? Нас устроит, например, Аура Таурена. Наверное, самый лучший девайс, который может быть сейчас. Даже не реген маны, а именно вот что-то вроде мобильности плюс бонус медаль. Такая же. Такая же медаль, как у панды. Да, 1100 хп и 500 маны. И панда заряжена по манке. И МК заряжен полностью. Молодцы. Диму дает... Да, Диму, посмотришь, у него 750 хп и 330 маны. То есть он вообще удар не держит. И может только вот под АМШ или под Энвулами как-то что-то противопоставить МК с его молотком. Панда пятая. Здрасте. Да, уже пятая. Да, потому что стафали демоны и панда в два раза была тогда, когда не было Димы. Ой, 5 Tom of Experience. 5-5. 5-5. Это дичь. Два свитка есть у Явса. Лимит 70. Ну, нужно, конечно, выходить в 80. Вот у него. А, 78 лимита сейчас. Это у Эльфа. 70 на 80. Но нас ждет еще, по крайней мере, одно сумасшедшее сражение. О, девайс какой-то выкинут. Перчатки, силы. Архмак не брезгует. Это у Эльфа просто, у Мажора. А почему бы не тыкнуть сейчас было в этот? В дерево. Позиции-то великолепные. Очень странно. Быстрее, быстрее, быстрее. Тыкай в дерево и все. Тыкай в дерево, телепорт. Я не... О, что? А, он сверху. Сейчас на голову упадет. Господи, экшн. Панда в самый... И Близзард сверху. Архмак переучился. Моноберн. АМШ на 150. Хаос полный. Медведи налево, направо. Не знают куда. Веспы в атаке. Дыхание панды. У Демона очень плохо. 200 хитов. 250 свиток. Моноберн на 150. У МК есть еще на один... На один молоток. Инвул. Сейчас откатился Моноберн. Сейчас не будет маны. Да, укинул молоток в панду. Но пустой МК. Стенка на стенку. 66 лимита. Против 72. У Явса по-прежнему небольшое преимущество. Но свитки закончились. Герои пустые. Панда вины. Дыхание пары. Убивает Мортиру. Убивает, скорее всего, Преста. Хотя, черт его знает. Позиция неплохая. Можно развернуться. И Близзардом залить сверху. Не, не хочет. Там Мархмак слишком битый. Хотя, если сейчас попробовать... Манны не хватает на молоток на 75. Сейчас уже есть манны на молоток. На развороте. Нужно сейчас пытаться что-то сделать. Господи, Господи. Какая игра. Одинаковые лимиты. Медведи биты. Сейчас можно на отступлении подрезать. Минус один Мишка. Престы нужны. Нужны. Какой уровень игры демонстрируют они? Какой уровень? Еще один медведь. Диспл. Еще молоток. Не жалей. Не жалей молоток. Да, не пожалел. Убил. И минус нычка. Вот все. Вот это один из... Эй. Ш-пш-пш. Еее. И домой, домой, домой. На экспант. Давай. Не обязательно сражаться вообще сейчас. Есть еще... А, еще мейн закончился. Вообще не обязательно сражаться. Господи, что ж... Не надо явс. Не делай этого. Беги домой. Беги. Винные пары. Замедляют очень жутко. Но сорочки поддерживают. Инвиз. Великолепно. Что не пожалел на инвиз. Ресурсов. А зачем ты бежишь на мейн? Почему на эксп? Не свалить. Подрезается... А может нет. Нет, подрезается с адриата. Там стрельнуло копьем. Сейчас у Явса неплохое ситуативное преимущество. Пока дерево не дошло до экспанда. Пока не опрутилась шахта. Где-то порядка... Учитывая обкип, он... Ну, он выиграет где-то голды 800 на этом деле. 800 голды. Это... Я не знаю. Больше 10 лимита. И... А, там еще нет грейда на перемещение на армор. Отлично вообще. Ну, Явс молодец, конечно. Такой контроль великолепный. Против 5-5. Против 5-5. Пятый МК. Интересно еще, какой девайс тут выпадет из черепашки. Что там? Кольцо плюс 3. Ну, так себе. Где-то 1200 выиграет, я думаю. В смысле, 1200 добывается за 2 минуты. Но у них обкип. Там штраф идет 30%. Поэтому я как бы и убрал приблизительно эти 30%, сказав про 800 голды. То есть... Короче, нападает Ильф. Аккуратненько так вышку подрезал. Немножко сбил... Пока сбил добычу. Прервал добычу, так скажем. Свитки нужны в первую очередь. Телепорт особо... Ну, пригодится, конечно, но... Свитки приоритетней. И Инвиз сейчас очень сильно будет помогать Явсу, если он будет его юзать. Потому что первый молоток вылетает неожиданно. И Инвиза можно спасать... Спасать МКу в тот момент, когда он не может кидать молоток и уязвим для Моноберна. Но для этого нужен контроль, конечно. Так. Есть еще где-то секунд 40-50, что Явсу не нужно нападать. Но потом придется выходить в атаку. У него в конце концов уже база быстрее закончится. А, он мортирами, смотрите. Что, вторую базу будет здесь строить? Классно. Можно завести это до мортиры и ничего не сделать. Вот, реально, козы не будут достреливать. Можно даже реально попробовать поставить базу слева и спровоцировать на... Хотя там вышек нет пока что. 80 лимита. Вот сейчас нужно идти, потому что сейчас пойдет добыча у Эльфа. И в данный момент Явс реализовал то самое преимущество. По экономике. Убив вражеский эксп, построив там юнитов за дополнительное бабло, закупившись. Вот как раз разница вот в эти самые 10 лимита. У Эльфа сейчас 70. О, наглые дриады. Вот он что хочет. Он хочет пробить елки справа. И... Да, это будет очень-очень классно. Если реально сейчас мортирами зайдет туда, он будет достреливать до базы и может навязать сражение так. Еще скролл. Моноберн. Штрафная. Протекшн, кстати, во-первых, для такого лимита отлично взойдет. И во-вторых, это такая легкая проверка на Атака с дриад. Может, у кого-то не выключил, хотя игроки такого левела обычно... Ой, точно! Ну, Рич, как вы видите, тут попытался проесть елки. Скорее всего, это он специально проел, чтобы был доступ туда, к мортирам. Три скрола, хила. Я не знаю, зачем Явс ждет, он должен уже идти вперед. Должен выбрать позицию классную. Неплохо. Только надо чуть пошире сделать тут вход. Сейчас можно просто потерять в размене. Да-да-да, просто идет в размен. Ну, это правильно. Эли быстрее убьет базу. Никаким макаром тут не вычинят. Можно дыхнуть еще для убедительности. Слушайте, а тут в бейстрейд можно пойти. Или он вернется и будет... Ой, Близзард заливает, заливает виспов. Будет ли возвращаться ворчев? Или пойдет на мейн? Жесть. Ни у кого денег нет на базу. Все, пойдет в атаку сейчас ворчев, лечь. Позиция не самая хорошая. АМШ пошел на панду. Дима очень битый, но у нее стинвул в свиток. Позиция для Явса нехорошая. Еще мы на Биорн. Молоток в Диму, в Диму, в Диму сейчас отправлять будут на базу. Нет! Ошибка. Да, Став не недоконтролил Рич. Не недоконтролил Рич, и сейчас не будет у него Демон Хантера. Это значит, что МК будет просто унижать. Его никто не остановит. На-на! просто показывает. Панда шестая сейчас ультануть может. Ультует. Циклон. Ну что, может попробовать ей отобьется? И он отобьется, скорее всего. Тогда и Диму можно попробовать восстановить каким-то чудесным образом. Хотя, ну, вряд ли, конечно. Медведи биты, пытаются ульта панды нанести урон, пытаются скиллами как-то нейтрализовать. Но вы помните, что когда ультимейт панды закончится, вместо трех крутых панд появится одна коллега, которая... О, как там заливает Близзардом. Минус практически все медведи. Да, это ГГ. И в шестой МК. Шикарная игра. И Инвул. Сейчас отпустят. Через пять секунд где-то панда. Да, я чувствовал. Молоток. Хорош. Браво. На данный момент это лучшая игра на ВЦА из тех, которые я видел. Лучшая. Лучшая. Грубо никто не ошибался, кроме последнего стафа. Но представьте, какая длинная, продолжительная игра и самой крупной ошибкой мы с вами выделяем то, что не стафанул до героя. Там сражений было штуки четыре, наверное, крупных масштабных сражений, где все стафалось, где все отводилось, где все прожималось. Классно. У Димы еще ХП, напомню, на пятом лавеле там 750. Он уходит очень быстро. Поэтому классно. 1-0. Явс ведет. Фериков не было в речи это плохо. Да это понятно, просто у него в принципе древа ветров не было. Ферики это, конечно, полезные юниты, но кастеров на самом деле у Явса практически не было. То есть у него было как раз минимум пара пристов или один прист, одна-две сорки. Главные ударные силы конечно брейкеры и мортиры. Да, если бы Димку не потерял, там действительно мог бы шестой левел получить. И сам Димон Хантер, например, и Моноберный он бы продолжал скорее всего делать. Вернулся там с рабой, сам по себе он сильный. Да, если бы Диму не потерял и все шло так, как шло оно сейчас, то Варчи вполне мог выиграть. Да там если бы Стафф и был, то почти туда же, где он и был. У эльфа мейн был? Я думаю, что он гуфнулся, видимо, не добил он мейн. мейн. Ребята, я не хочу мать это. Нет, О, боже. Да, но пожалуйста, это смело очень плохо здесь. Так, да, чиновники очень интересны в топе европейских игр. Двое игроки готовы. Мы снова идем вновь. Возвращая левая 1-0 и он может встретиться в мейн. запись работает самое главное увидят и те кто не не посмотрит прямой трансляции как работает во первых сказали что действительно там об что это отлично сказали что действительно у эльфа и мэйн тоже добили что в таком случае должен переносить к строению по какому принципу не знаю но кажется после после убийства мэйна став телепортирует либо к алтарю либо к хантерс холлу сначала да ну потом к оставшимся кажется кажется то что он работает он работает к алтарю подсказывает но когда к алтарь убивается то он тоже работает то есть видимо там какое-то есть ранжирование по типу строений может по стоимости хотя хантерс холл дороже все начинается вторая игра на карте эхуайлз у явса конечно плюс мораль побежал быстро на разведку сначала заложил по-быстрому фундамент блин интересно как скоро ему напишут что у него захват неправильный ладно я вам пока расскажу что там скорее всего происходит ворча фрича где он хантер с этим как он воодушевлен как он комментирует не знаю не подозревая что игру не показывает red bull закинулся только что не переживайте до них наверняка скоро дойдет сигнал что захват не тот кто-то подошел сказал у вас захват не тот теки внули да типа все нормально вообще такое бывает если если ты альта боишься в варкрафт дают там и ход кей срабатывают там единичку или двойку за им им продолжает говорить что захват не тот да отстань ты отмахивается рукой а а можно ссылку на тодовскую на тодовскую ой на тэдовский на тэдовский стрим там игра уже началась да я в курсе мы смотрим игру он украл приста нет не делай ребят давайте попробую посмотреть если у у тэда стрим на его канале да есть но мне хотелось просто посмотреть на лица типа нет нет мы не знали сори гайс сори гайс все здесь мы видим игру от тэда он не соответственно тут не посмотрю не увижу я этого момента момента фэйла момента осознания фэйла этот енота убил потому что он строительстве мешал буквально на костях возводится ратуша кажется она на одну клетку выше чем нужно или мне глючит скорее все глючит конечно потому что ироки подобного уровня такие ошибки редко блин на клетку выше не может быть в засаде демон хантер он ждет когда архмак уйдет классно продуман продуман и тут такой из-под тяжка оп-оп-оп кажется у рича то ли не на просто барак стоит а дима там убил уже одного рабочего 2 3 скорее всего тоже умрут арчи там чуть-чуть нужно подносить урон но окружить можно было кстати дыху нет отлично отконтролил явс действительно ставится у ворча фрича база он не очень вовремя тыкнул грейд на т2 по ресурсам он мог это сделать где-то секунд 18 назад это серьезная такая задержка скорее всего он законтролился вот в этом моменте это плохо для эльфа с его ценным вторым героем с его необходимыми лорницами рядами сверхполезными почти 20 секунд задержки это опасно это плохо там sony говорят у них вылетал сейчас на веб типа помогал да может sony даже стримчанский слушает чей-то фогичевский например два с половиной левел у архмага он боится уже отходить далеко потому что как бы ничего не вышло прибегает дима моноберн сапогами резвый резкий о близко очень близко было окружение сейчас дыхе я не знаю чего хочет архма а я вообще проверяет базу он скорее всего разведал ее и уже не тролля хорошо окружение дыха убить и пройти готов подставить фута отлично минус т.п. явс великолепно конечно окружает т.п. т.п. классно сверх выгодный размен для явса начала удалось представляете если футмен продумал этот момент под пошел купил бы какого-нибудь кто-то продается вряд ли там кто-то продается потому что двух троллей купили голем и огар солдат появляются под утро но было бы круто если бы ху такого встретили на базе сразу слоу и дубины по голове минус т.п. минус дыха г.г.л. и получает третий левел и архмаг закупает троллей девайс какой какой девайс что-то про саблю сказал сейчас эвэйджин плохо плохо тут масса девайсов с большей полезностью амулеты жизни маны и сапоги даже когти две лорницы панда нет оснований полагать что в этот раз стратегии с одной и с другой стороны радикально бы как-то поменялись потому что и один и другой прошлой игре великолепно отыграли и по стратегии было все хорошо единственное что watch of each в этот раз поставил базу раньше но это скорее специфика карты что может себе позволить на этой карте и из-за не очень серьезной защиты из-за того что эльф не может никак там ответить следующий ну хотя это наверное не столь важный рифа пуш кстати я зря говорю про ту же самую стратегию арканки строятся у него кастер и спулбрекеры будут но пуш рассчитывает сделать явс значительно раньше чем прошлой игре то есть ему хочется реализовывать свое преимущество по экономике как можно раньше до того как база сильно окупится до того как выровняется эта разница по ресурсам между добытыми базами поэтому берется как раз нога поэтому как раз делаю церифлы и поэтому он сейчас идет в атаку лс на кота катан конечно нужно отстрелить это вопрос пары выстрелов элементарь от роля и рифла но а и конечно же хочется прийти до того как повозрослеет возмужает панда в конце концов нога 170 инвул 150 а инвул в текущей ситуации не факт что он спас бы на вот в чем дело то есть она бы за 7 секунд не успела бы добежать до магазина поэтому юзать инвул было бы скорее всего ошибка было бы ошибкой рифла подрезать опасно можно было даже рабочими прикрыть хотя там став скорее всего панда есть да и став хорошо разведка пришла от явс не знаю видел ли он делающийся грейд на т3 явно он догадывается но не очень серьезная группировка тут у явса понятно что он хочет не хочет давать панде качаться он хочет чтобы эльф постоянно отвлекался потому что если против кастеров и рифлов будет хотя бы третья панда это уже серьезные проблемы кстати против такой темы явсовской очень хорошо как раз заходит древо ветров то есть в отличие от прошлой игры здесь кастеров больше и престов и сорочек и соответственно один даже один фэри драгон начинает наносить очень много урона а лучше побежали менты скорее всего он закупил сейчас вышки пойдет застраивать пользуясь случаем речь пытается панду крепануть у него получится это сделать до второго левела он наверняка надеется на хороший девайс в так висп не успел задиспелиться барак возвращается ругаются китайцы прям я вылавливаю такие такие фразы которые русскому виспы на починку зачем не успеет очинить вообще никак 66 лимита здесь меньше точно здесь 50 ну на десятку точно меньше 60 62 закупила рабу успел не успел т-3 не готов потеря магазина это очень важный был момент дима сарбы и дима без нее это две большие разницы великолепный тайминг у яс он приходит тогда когда нужно приходить когда нет медведей когда не торбы когда вот еще вот чуть-чуть и все будет но ничего нет а сражаться нужно потому что вышки то грейдится и когда они доделаются выбить их будет серьезной проблемой поэтому мне кажется речь вообще в лузера час улетает просто вот прямо сейчас на наших глазах он отправляется в нижнюю сетку просто класс медведи еще не готовы у него были проблемы с лесом стены грейд заказал даже не сразу после т3 сражаться конечно нужно длины пары дыхания хреновая лс накидывается на димку димка врывается начинает атаковать левел 4 получают монобер на 10 вышки от контролировать сейчас я там отстрелил дриад неплохо сражается конечно неплохо ворча фрича протектор доделал правда протектор тут же умер ноги плохо ноги плохо игол за сейвами из того раза ему ну и в общем то все ну все вообще для ворча фрича несмотря на то что явс отступает ногу теряет я все еще думаю что явс благодаря достроивший все вышкам главное к вышкам сейчас отступает не телепортироваться не те на мэйна сделать кружочек вокруг мурлоков и вернуться к вышкам да нет не знаю до вышка вышками сражается или за свитком сходить но до магазина и обратно буквально кабанчиком метнуться быстро очень зачем он сражается господи зачем дима нас 3 атаки хп очень мало свиток надо купить панда очень битая есть одно дыхание маны всего на одно дыхание и времени не хватит сейчас хотя дыхание по проходит по вышкам по рабочим какая грязь став на панду и ворчев отбивается его моё на экспанда очень мало хп виспы работают пытаются вылечить сейчас панда фуловая придет мунвелла ее ждали может вообще свалить типи и все ну ну базу доби базу доби тихо 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 боже это грубая грубейшая ошибка грубейшая да это не то слово это даже не хоган за это тоже там негодует можно было так эльфа а сейчас он а можно было а он ну как так главное это насколько было очевидно насколько было это логично ну ладно я все это может стоить игры просто creeping черепахи присты атакуют вместо того чтобы хилять плюс 9 когти пожирать да похоже 60 лимита у эльфа там герои круче или больше убивал и чуть лучше прокрепил второго героя свитки очень правильно сейчас покупает и перекупает даже не не столь важно лишнего медведя построить насколько покупать свитки вместо хумана панда третий уже панду контрить кроме как свитками непонятно чем брейкеров добавляет понятно но но есть же все равно кастеры есть рифлы мортиры будут да яс 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 там был это господи на три выстрела архмага архмаг то не мог стрелять но там брейкер был рядом пара кастеров снизу могли до стрельнуть причем времени у него было на повторение два или три раза вот по выстрелу 80 лимит его явно сейчас наверное будет какой нибудь забег снизу то есть бачком 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 проходишь занимаешь позицию там проходе можно было хотя башни наверное сейчас особо уже не зарешают учитывая прокачанную панду попробую час наверное свиток купить если там не должно быть никаких свитков до до вечера уже если дима действительно два купила один панде передал мы все равно запомнили чтобы был один свиток у архмаг да видите еще свиток не откатился если он конечно наги не передал нам не передал он сейчас просто взял преимущество по лимиту есть ряды готовы отбегать они в башню купил хорошем месте ставят неудобно их убивать медведями очень удобно заливать пандой это место дефолт делится на две группы спалит вышки вышки тут же отменяются да и снова начинают грейдить снова фэрика сделал ну все это победа это знак что что речь готов к сражению правда он его повесил чё знает где уже надо перевесить фэрика нага танкует у нее не очень хорошо получается позиция хреновая у явса потому что медведи вокруг фэрик с нами все он присутствует все нормально все нормально снова близзард слоу хил дыхание свиток 2 свитка нет кажется у явса больше 2 но с другой стороны т.п. а поэтому и т.п. потому что сейчас развалится все дыхание а там не было маны да это ошибка еще одна то есть он думал что блин у меня закончили свитки что же я сделаю с пандой лучше я ливну и телепортируется такой типа все все пока подожди сейчас не сражаемся а у панды 40 маны ну 50 уже отрегулилась да вторая игра и конечно во второй игре больше ошибок чем в первой зато сейчас свиты купит но он не успел прокликать героя он боялся что вот сейчас прям словит дыхание и все развалится дима подходит инвул есть брейкеры пытаются занят инвул извини фэрик с нами опять к сожалению фэри драгон очень много урона не донес ох окружение там став став но сейчас можно некоторое время безнаказанно по сражаться без без димы фэрик летит фэрик вешается медведи прям под что да у меня как короче это 20 это по это 20 дима возвращается на него ничего нет его нага ваншоты но медуза просто на фильм дали ей слоты все он теперь тащит да игра невнятная во первых потому что я на мой взгляд мог ну во первых какие были ошибки магазин минус не торбы за замешкался да не кричит подожди замешкался вот помните great на т2 на 20 секунд который поздно заказал в арчи фрич помните вот самом начале грейд на т2 задержка грейд на т2 как подсказывает кэп она влияет на время грейд на т3 и тех самых секунд которых не хватало для покупки арбы до формы медведей в арчи фричу это все следствие того что в самом начале на 3 4 минуте он во время контроля демонхантером и арчой забыл прожать грейд вовремя на второй тир если бы это было он отбился он и так отбился он отбился бы еще круче потому что дима с арбой это понятно медведи формы это понятно и он при этом еще и так как бы все понятно вот но после этого явс у него была возможность игру все равно повернуть свою пользу если бы он добил базу эльфа потому что одно дело когда есть замена этой базе как на прошлый как прошлой игре да что там мэйн выкапывается идет он прикапывается это две минуты это две минуты а когда нужно дерево строить заново это скажется это 106 160 180 секунд плюс еще 60 секунд то есть это в два раза больше денег он потеряет на восстановление вопрос одного тыка во время телепорта ну или там до телепорта и сразу тык и телепорт как-то так и все и не было бы эльфа у него и так было 60 лимита во время сражения когда пришел явс ну там не кликали у явса был точно 80 долгое время у эльфа было 60 и 60 возможно там как-то еще вышел из лимита может быть вот а так было бы вообще и еще минус минус много бабло минус полтора как где-то на 1500 1600 и все то есть во второй игре реально ошибались оба и но первый за первую игру я вообще все про все 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 всем прощу в результате яв содержит победы выходит в полуфинал а очи фрич падает лузера на его матч мы еще с вами посмотрим я надеюсь запись останавливаю и заливаю